ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Йо-чуваки, всем привет! И да-да, это влоги. Мы давно думали, как сделать влоги, искали для этого причину, у нас была куча идей, и вот причина появилась сама собой, самоизоляция. Самоизоляция! Это не значит, что у нас закончился контент. Мы отсняли тест офигенного компьютера, и там будет несколько роликов. У нас есть новое шоу, и это получится бомбическое шоу, по той причине, что участие в нем примите вы, а не только я один. Короче, скоро будет тизер, вы посмотрите, я думаю, суть вам понравится, и наш общий посыл тоже. Ну а пока мы сидим, страдаем, пьем чай с лимоном, я понимаю, что быть блогером, ну, точнее, влогером, и снимать влоги из дома, это довольно сложно. У меня нет нормального штатива, и снимаю сейчас на iPhone 11 Pro Max. Кстати, вы можете оценить качество съемки. Вот оно с фильтрами и обработками. А вот без. И, следовательно, вы можете оценить качество работы нашего режиссера, который все это монтирует. Ладно, возвращаемся на место. О чем можно поговорить в первый раз? То есть у нас такой несколько с вами тестовый разговор получится. Мы будем разговаривать с вами напрямую впервые, практически без нормального монтажа, без 4К разрешения, вот этих вот всплывающих графических штук, которыми изобилует наш канал. Обычно мы говорим про гаджеты, но есть небольшая проблемка. У нас проблемы, Флетчер? Во-первых, у меня этих гаджетов нет, а рассуждать о том, чего у меня нет, мне достаточно сложно, если это не какие-то легкие новости. Но с новостями, опять же, есть проблемы. Единственные новости, которые сейчас есть в мире, даже гаджетов, это коронавирус. И, следовательно, то, что выпуски всяких новых гаджетов просто тупо отменяются. Меня это лично бесит. Вообще он меня бесит. Отменяются игры, выставки, фестивали. Коронавирус, твою мать, да остановись ты уже, а сколько можно убивать людей и заставлять нас страдать и сидеть дома? Черт, мне даже легче стало, если честно. И я для себя лично нашел выход. Я, скажем так, я, ну, мягко говоря, я компьютерозависимый человек. Саша, я выключаю или ты выключаешь? Мам, блин! И у меня две зависимости. Это ковыряться в компьютерах, разбирать, собирать их. Ковыряться в новых гаджетах, изучать их. И второе – это компьютерные игры. И я, вроде как, избавился от этой зависимости, вроде как подзабыл про нее. Просто обычно было как. Была игра такая, Sims 2. Она вышла, когда я учился в школе. Получалось так, что я уходил в школу раньше, чем уходили мои родители. Я уходил в школу. Якобы уходил в школу. На самом деле я тусовался где-то там, недалеко относительно от своего дома. Ждал определенного времени, когда мои любимые родители уйдут на работу. И тихонечко приходил домой. И взахлеб играл в The Sims 2 часов 10. Я просто не вставал с места, вот в одной позе, без воды, без еды. Я понимал, что скоро придет мама домой. Я шел на улицу и пачкал ботинки. Создавал вид того, что я только что пришел домой. И шел, пытался приготовить себе что-то поесть. Ну, скорее разогреть. Вот. И я вроде как излечился от этого заболевания. Было, было пару моментов срывов. Это, например, Red Dead Redemption 2. Но, друзья, что делать? Ты остался дома, один, с женой, с двумя собаками. Все фильмы и сериалы практически пересмотрены. Остаются игры. Ну, либо собирать, разбирать компьютер. Ну, в общем, вышел, дуб и тернул. И, черт побери, это просто потрясающая игра. Это настолько потрясающая игра, что она смогла меня отвлечь от всех проблем. Я забыл про коронавирус, про экономические какие-то проблемы, про то, что нас хотят посадить под колпак большого брата. Я ни хрена не понимаю. Всего лишь три дня мне понадобилось, чтобы ее пройти. Но настолько она крутая, настолько она грамотная и продуманная. Обычно, дуб, что это такое? Ты бежишь и тупо стреляешь. Но теперь у тебя есть некий выбор. Игра немножко стала больше похожей на Tomb Raider. Да, вам не послышалось. Tomb Raider от первого лица. Вам постоянно приходится прыгать куда-то, перелетать, не долетать. Не получается всегда везде куда-нибудь допрыгнуть. С первого раза ты постоянно падаешь, постоянно нервничаешь и кричишь. Но это полупроблема. Настоящая проблема наступает тогда, когда тебе приходится во время битвы выбирать, что же тебе важно. Оружие, ну, точнее, патроны для твоего оружия, броня или жизнь. И вот этот некий диссонанс, он всегда возникает в тот момент, когда монстров просто изобилуют. И тебя практически убивают. И тебе надо побежать к какому-нибудь из монстров и решить, что же с ним делать. Доставить из него броню, оружие или жизнь. Короче, в игре постоянно приходится выбирать, что тебе важно. Твоя жизнь или твои патроны. И я не знаю, как это объяснить. Я не профессиональный там рассказыватель о играх. Но так или иначе, чтобы отличиться от всех внешних проблем в текущей ситуации, я вам просто безумно советую обратить внимание на эту игру. Doom Eternal. Это просто красиво, круто, особенно в 4К-разрешении. Ну, вы знаете, где достать компьютер, который подтянет. 4К-игрышки, 10К. Это XCOM Shop, да, ссылочка в описании. Такая маленькая, коротенькая реклама. В общем, Doom Eternal спас меня. И поэтому сейчас, в такое тяжелое время, я вам советую, скачайте игры, в которые вы залипали. Будь то WoW, будь то Doom, будь то Sims, да что угодно. Отчего вы таращились в детстве, в молодости, недавно, не знаю, не важно. И просто залипайте. Не включайте эти чертовы новости. Не открывайте интернет. Так или иначе, все это закончится. Проблемы уйдут. Они станут меньше. Мир изменит нас. Мы станем лучше. Вы станете еще лучше. И поэтому просто кайфуйте. Кайфуйте от того, что есть возможность посидеть дома и заняться чем-то, чем вы никогда не занимались или давно не занимались. Найдите положительные стороны этих проблем. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Дальше в таком формате, наверное, будут выходить полноформатные новости. Конечно же, будет обзор. Чуваки, люблю вас. Не думайте о плохом, думайте о хорошем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok